В Первоуральске рассматривают варианты повышения квалификации педагогов, которые в будущем смогут обучать детей больных аутизмом. Специалисты в сфере образования уверены, что инклюзия обучения обычных детей и детей с особенностями развития в одном классе полезна и самим детям, и обществу в целом. Подробнее о проблеме и ее решении в следующем материале. А кто тебя в школу приводит? Папа. А сам ты ходишь в школу один? Да. Ты умеешь один ходить в школу? Да. Коля Клобукову 13 лет и у него расстройство аутистического спектра. Мальчик увлекается баскетболом, катается на коньках, любит рисовать или петь. Но этим навыком научить его было непросто. Родители не сразу распознали, что их ребенок развивается как-то не так. Чудаковатость и несобранность списывали на обычное баловство. Ну, он, может, чуть больше капризничал, что ли, так, по сравнению с другими детьми. Мало общался, как будто бы не замечал, не слышал. Говорить стал поздно. Хорошие результаты дали занятия в коррекционном центре, где с мальчиком начали поведенческую терапию. Помог и школьный психолог. В школе показано домашнее обучение, но учителя пошли навстречу и разрешили заниматься в отдельном кабинете образовательного учреждения. Ему по всем рекомендациям все врачи говорят, конечно, ему надо коллектив, ему надо со свердниками находиться, какой-то контакт налаживать, общение. Даже если ему это неприятно или не характерно, все равно это надо. Он должен находиться с людьми. Возможно, Коля и еще 50 детей, а именно столько в Первоуральске аутистов, смогут стать, что называется, как все. Современные методики в наше время позволяют особых детей, поведение которых зачастую пугает окружающих, избавить от привычки раскачиваться, ходить кругами или кусаться. А главное – научить жить в обществе. Одну из таких инклюзивных программ в Свердловской области развивают представители благотворительного фонда «Я особенный». Эту программу мы условно назвали ресурсный класс, направленный на сопровождение ребенка с аутизмом в образовательном процессе, на повышение квалификации специалистов, которые будут работать с такими детьми, на поддержку семьи, имеющей ребенка с аутизмом. Все это выстроено вокруг образования такого ребенка, которая позволяет работать с детьми, имеющими другие тяжелые нарушения поведения, которая в сегодняшних реалиях нам просто необходима. На первый взгляд внедрить такую систему обучения, скажем, в школе или в детском саду, кажется сложным. Но если есть желание педагога, то это вполне реально, говорят специалисты. Благотворители предлагают обучить заинтересованных учителей за счет фонда, помочь обустроить благоприятную среду и предоставить все материалы и методические пособия. Мы просто даем им определенные навыки работы с такими детьми. Мы даем им системный подход, который позволяет включать других специалистов в эту работу и семью ребенка, что очень важно, потому что ребенок вот такой особый подход, особую среду должен иметь на протяжении всей своей жизни. Обучение начнется с сентября этого года. Всю подробную информацию педагоги смогут найти на официальном сайте фонда. Елена Беляева, Денис Неугодников, Хроника дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова